Привет, меня зовут Даша, это книжное видео, на которое ставил запросик «День чудесный человечек». Вот его книг внизу я оставляю. Просто кое-какие книги я любила читать в детстве. На самом деле я плохо понял, как я любила читать в детстве книги. Всего того, что этих книг у меня нет перед глазами в квартире постоянно. Да и много лет прошло. Но кое-что я нашла, и я даже удивилась, у меня очень многое, немногое сохранилось. Вот то, что я сохранилась, я тебе и назову. Первое, что я назову, это как раз то, что у меня не сохранилось. Шикарная просто книга, называется «Первая часть. Вдоль по радуге или привлечение Печенюшкина». Это просто нечто потрясающее. В то время, когда у меня было детство, подобный сюжет был в новинку, но сейчас он может показаться приевшимся. Это читает о том, что существует наш мир реальный, в котором живут две сестры, существует другой мир, параллельный, назовем его сказочный. И вот выясняется, что тот мир сказочный в опасности и спасил только могут быть эти две сестренки. Потрясающий стиль, потрясающий слог, потрясающие приключения. Это до такой степени потрясающе, что понравится не только детям, но и взрослым, я уверена. Там-то книги, по-моему, Сергей Белоусов, автор, ну вот облужечка. В детстве я ее зачитывала просто на дыр. Я ее печатала так часто, как только можно было, и она мне не надоедала. Это просто нечто волшебное, потрясающее. Это только читать. Лучше один раз прочитать, чем сто раз услышать. Так, далее. Я назову Эдит Неспикт, «История амулета», но это у меня третья часть. Первая часть называется «Пятеро детей и оно». Очень напоминает Нарнию. Тоже там дети. Они находят, насколько я помню, существо, такое мифическое, волшебное, которое обладает способностью перемещать в разных параллелях и во времени. Если честно, не до конца помню, но да. Кстати, вот вышеупомянутая Нарния, о которой я сказала, тоже была одна из самых моих любимых книг в детстве. Сейчас я уже меньше к ней расположена. Так, что я еще любила в детстве, кстати, до сих пор люблю, почему я не помню, что я это люблю. Это Урсула Ле Гуин. У меня только, к сожалению, был волшебник земноморья, двухтомник у меня, хотя этих частей на самом деле существует больше, насколько мне это известно. Это была первая книга, которую я читала. Сузин Круг. До Гарри Поттера, где меня осенило, что волшебство — это не просто вот ты родился волшебником, и все, вот так вот щелкни пальцами, и все сбудется. Не все так просто. Впервые я поняла это из «Волшебника земноморья». Именно вот. В остальных книгах было вот именно, что ты родился волшебником, и... Далее, в детстве я очень любила книгу Джей Уильямса «Герой. И неоткуда» на самом деле существует... Это, так скажем, детский вариант скандинавской легенды о гибели богов. Очень похоже. Очень. То есть существует некая страна, где творится волшебство с помощью стихотворения. Тоже есть вот этот волк. Я, к сожалению, не забыла, как его зовут. Асгара, да, не помню, что он там существовал. Здесь есть лот. Здесь есть девы, которые удерживали вот этого гигантского волка. Только... Незначительные только вот различия с скандинавской легендой. Ну, например, то, что спасти тот мир могут только два друга, которых в своей реальной жизни являются недругами, скажем так. Здесь сюжет немножечко в этом перекликается с Печенюшкиным, потому что тоже только из реальной жизни, сказочный мир могли спасти совершенно необыкновенные девочки. Так и тут два мальчика могли спасти только тот мир. Тоже я обожала просто эту книгу. Да и думаю, если бы я сейчас стала бы ее причитывать, то тоже мне не было бы скучно. Далее. Крапивин. Я его уже много раз показывала. Вот как я в детстве на него засела, так и до сих пор на нем я сижу. Это просто автор нам всю жизнь. Самого детского сада, наверное. Нет, детского сада, наверное, маловато, но ладно. Самые там школы. До самой смерти. Потому что это... Ну, не знаю. Это, мне кажется, безвозрастной какой-то автор. То есть пойдет на все... На весь возраст. На любой возраст пойдет. Мне кажется, это же не понравится только тем людям, которые почему-то думают, что если главному герою 12-14 лет, то эта книжка только для детей. Нет. Будем мыслить шире в этом плане. И последнее, что я хочу показать, рассказать, это Фрэнсиса Лиза Бернетт, наверное. Я ее всегда Бернетт называю. Вот у меня есть вот такое булушка. Маленькая принцесса. Здесь же история маленького лорда, маленькая подвижница и два дня из жизни печина. Это такая, сразу видно, детская книжка. Здесь таинственный сад Эдифи, прошу прощения. И в этой у нас, ну, тоже, приключение маленького лорда и два дня из жизни печина. Очень добрый автор. Очень... Все ее повести, книги объединяет один факт. Два. Главный герой, конечно же, дети. И они безмерно, 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 безмерно. Я могу повторять сколько угодно. Безмерно, 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 безмерно. Ладно, не буду тебя мульчать. Они очень добрые. Особенно мне нравятся... У меня из вышепречисленного самую любимую. Это маленькая принцесса и маленькие лорда фаутлеры. И таинственный сад. Таинственный сад обожаю просто. Я когда одно время читала, пыталась разработать всю аддикцию, ты, наверное, замечаешь, что я заикаюсь. Я вслух именно прочитывала таинственный сад. Ничто иное. Именно таинственный сад. Какая-то вот ритмика этой книги, такая вот спокойная, какая-то вот убаюкивающая между тем, увлекающая за собой, удерживающая внимательный читателям. Маленькая принцесса — это вообще маленькая мать Терезы, просто не маленькая принцесса. и то, что в детстве главная героиня жила в Индии, только в моих глазах добавляет ей баллы. А, ну это всё. Видите, я хочу пожелать быть иногда ребёнком. И, может быть, даже не иногда, потому что кто сказал, что быть ребёнком — это плохо? Пока!